Приветствую вас! С психологической точки зрения ответ кроется в первичном мальчиковом образе вашем, то есть, грубо говоря, в анимусе. Анимус формируется в детстве, как правило, и представляет собой первичный, идеальный образ мужчины, который есть у любой женщины, то есть, как и образ, собственно, женщины, первичный, это анима, есть у мужчин. Именно поэтому у вас есть тот же вопрос, что вы родственные души. По той причине, что вы встретили воплощение, пока что воплощение довольно-таки визуальное, интуитивное, этого самого вот анимуса. И именно поэтому вы в этого человека влюбились с первого взгляда. Вот так бывает. Так бывает, когда, ну, вот, везет, или, может быть, далеко не всегда везет, но, тем не менее, это происходит. И человек встречает такие вот такой вот первичный образ либо мужчины, либо женщины. И в этом, на самом деле, нет ничего ненормального, в этом нет ничего аномального, в этом нет ничего мистического и так далее. Напротив, ситуация является полностью закономерной. Другое дело, что она редка. Да, она редка. Вот это действительно. То, что ситуация довольно редко встречается. Это да, это да. Но то, что это нормально, и это происходит именно по причине анимуса, это совершенно точно. И в этой ситуации вы как бы празднуете только лишь почему так, но при этом не задаете, на мой взгляд, куда более важный вопрос, а вопрос более важный лучше так. А вот я влюбилась, и что мне, собственно, делать дальше? Что мне делать теперь, когда я влюбилась? Вот. Вот этого вопроса, что интересно, вы не задаете, а зря. Потому что вопрос, на самом деле, очень-очень важен. Что вам делать дальше? Ну, операцию нужно и исходить, нужно из того, чего вы все-таки хотите. То есть вам никто не мешает, например, с этим человеком познакомиться. Вот. И поднакомившись с ним, вы смогли бы понять, действительно ли он соответствует анимусу, и действительно ли он соответствует тому образу человека, который вы в нем увидели, имея это плод вашего воображения. В противном случае вы рискуете любить того, кого вы никогда не видели, и это, к сожалению, не есть хорошо для вас, по крайней мере. Вот. То есть, здесь вам самое главное проявить находчивость, проявить решительность, не ждать, пока ситуация сама с собой решится. Вот. И, значит, что вы пишете, разве, значит, есть сильное ощущение того, что это родная душа? Такое бывает довольно редко, и возможность выпускать данную я не рекомендовал бы вам. Вот. Что вам еще добавить? В этом случае я хочу пожелать вам только удачи и сказать, что если она будет на вашей стороне, вы встретите человека, с которым вы проживете свою жизнь. Но будьте готовы к тому, что этот мужчина, я так понимаю, ну или партнер, вот, значит, является для вас не тем, кем вы его видите, а совершенно обычным человеком. Поэтому, я сейчас здесь вам, но в любом случае не рассчитывайте, что это действительно будет родной для вас человек. Вот этого здесь делать не надо. Чтобы не было сильным разочарования, если это будет все-таки не ваш человек. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, если вы все-таки разочаруетесь, пишите в личку, буду рад вам помочь, поддерживаю клуб, помогу разобраться и так далее. Если вам понравился сам ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!